Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Ольга Пырочкина и сегодня в выпуске. Защитить детскую жизнь. Гибель ребенка стала темой обсуждения в правительстве республики. 6 рублей 30 копеек за квадратный метр. Размер платы за капремонт в следующем году не вырастет. Дорога своими руками. Пока администрация планирует, жители Канаша справляются сами. В деревне Макры Канашского района выясняют обстоятельства гибели младенца. На особый контроль этот случай взяли в правительстве республики. Мама вышла на улицу, оставив дома двухлетнего ребенка с ребенком 1 месяц 6 дней. И когда мама уже засыпала домой, она увидела, что горит кроватка люлька полностью. С ожогом ребенок был скорой помощью доставлен Канашским ММЦ. И 14-26 констатировали смерть ребенка. По детской смертности от 0 до 17, по внешней причине в этом году, к сожалению, мы потеряли 30 человек. Это один полноценный класс. И 40% у нас занимает внешние причины. Вот здесь надо, наверное, еще сильнее говорить по ответственности каждого родителя по отношению к своему здоровью, по отношению к своим детям. Касаясь учителей, психолога, педагога Сергея Владимировича тоже, значит, информацию официальную, которую она уже есть, по сути дела, Владимир Владимирович, довести до всех министерств. Ну, вроде бы, данная семья в Канашском районе благополучная. Отец как бы занимается трудовой деятельностью. В Министерстве здравоохранения Чувашия держат на контроле и расследовании еще одного уголовного дела. В Республиканскую детскую клиническую больницу госпитализирована 6-летняя девочка, избитая собственным отцом. Проверку уже проводят органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних. По результатам осмотра, мы установлены диагноз, множественные ушибы и ссадины мягкой головы, туловище, конечностей. И пациентка госпитализирована в отделении травматологии, ортопедии Республиканской клинической детской больницы. В настоящее время состояние средней степени тяжести самочувствует ближе к удовлетворительному. Я официально заявляю, все находится под контролем. То есть информация, которая в Меде прошла, она недостоверна, искажена? Лечение получает, уход получается. И сегодня члены Кабинета министров установили минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. В следующем году стоимость этой услуги в Республике не повысится. Как в регионе реализуется программа модернизации жилищного фонда, расскажет Дмитрий Ковалев. В программе капитального ремонта домов на следующий год более 200 адресов. По расчетам в общую копилку придут порядка полутора миллиардов рублей. Платежная дисциплина растет, но и должников еще немало. Глава региона поручил в ближайшее время навести порядок в этой сфере. Несобранная сумма какая? Несобранная сумма сегодня 700 миллионов, но она уменьшается, то есть по сравнению с прошлым годом почти на 100 миллионов, то есть меньше. В том числе просроченная сумма какая? Просроченная около 45-50%. Ну, надо взыскивать. Сумма взносов на следующий год остается минимальной. 6 рублей 30 копеек на 1 метр квадратный, то есть сохранить его на уровне 18-19-го годов. Малообеспеченным семьям оплачивать взносы за капремонт будут и за счет бюджета. Михаил Игнатьев отметил, что необходимые суммы в региональной казне заложат до конца года. Мы обеспечиваем социальную защиту малообеспеченных семей, малоимущих семей и тех семей, которые живут за чертой бедности. Мы им выплачиваем соответствующие субсидии в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Средств достаточно, по году расчетно все просчитали. В сфере ЖКХ должны быть соблюдены интересы жильцов. От общей суммы обращения сколько помогли вернуть? Этот вопрос Михаил Игнатьев адресовал руководителю жилищной инспекции региона. Чаще всего люди жалуются на необоснованно начисленные платежи. По итогам проверок за прошлый год управляющие компании вернули более 4 миллионов рублей. Ведомстве составляют и черные списки коммунальщиков. У нас сейчас порядка 10 процентов, это до 16 до 18, организации, которые у нас на особом контроле находятся. И пульсанты контрольных надзорных деятельностей, которые мы в отношении их показываем, что есть факты недалежащие исполнения своих обязанностей по управлению квартирными домами. Управляющие компании, которые нарушают законы и жилищный кодекс, необходимо лишать лицензий. Отметил глава региона Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Проблема дорог в частном секторе остро стоит в городах по всей России. Так и в Канаше улице Энгельс они видела ремонт уже несколько лет. Только вот перед выходом сапоги помыла, опять все грязные, например. Улица эта не сельская, а самая настоящая городская. Находится на окраине Канаша, правда в частном секторе. Конечно, это не приговор, но оказывается бывает и так. Такси не заезжает, то что тут грязь. Зимой так вообще тут и снег еле-еле как чистят. Да, вот снег вообще плохо чистят. По колену тоже снега пройти невозможно. Да и сейчас осенью лужам радуются, пожалуй, только собаки. А жители пытаются понемногу справиться с разрухой рядом с домом. Со свалки, вот тележка ввожу, кирпичный бой, бетонный бой, куалды разбиваю. Какой-то вид был, можно было хоть ступить. Когда-то лет 30 назад асфальт здесь был, вспоминают жители. Однако во время активной частной застройки грузовые машины разбили дорогу. Мои родители здесь проживают уже около 30 лет. Но, сколько я помню, ни разу здесь не проводились ямочные работы. Мы неоднократно обращались и к администрацию города, обращались также и к президенту. Но до сих пор наша проблема не решена. В администрации подтвердили, жалобы были, дорога находится на балансе города. Но в план ремонта на 2020 год улица Энгельса не вошла. Будут обновлять проезжую часть на Ленина, Карла Маркса. Сейчас делают асфальт на улице Фронзе. Во-первых, инструментальная оценка производится по всем дорогам. Во-вторых, по степени изношенности проезжей части и значимости дороги, то есть движения общественного транспорта и так далее. Регулярное содержание этой дороги мы текущий, скажем, текущий ремонт производим. Если в следующем году будут дополнительно выделены средства, то мы, естественно, конечно, изучим возможности по ремонту. В процесс распределения бюджетных средств могут включиться жители. Например, для этого создана программа инициативного бюджетирования. Это когда часть вкладывают жители, а остальные деньги выделяет государство. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика. У чебоксарских тосов пополнение к 58 существующим прибавилось новое в Новом Городе. Такое решение приняли на 44-м собрании чебоксарских депутатов. Всего на заседании большинством голосов поддержали все 13 вопросов повестки. До начала заседания Ольга Васильева получила мандат после досрочного прекращения полномочий Алексея Никитина. Ей вручили удостоверение и значок депутат Чебоксарского городского собрания депутатов. Три объекта недвижимости в 2020 году приватизируют, благодаря чему казна города пополнится не менее чем на 10 миллионов рублей. Это касается и приватизации нежилых помещений по заявлениям заинтересованных лиц. Планируется продолжить работу по приватизации муниципального имущества в рамках 159-го федерального закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства. Планируемый доход от реализации положений названного закона составит порядка 80 миллионов рублей. Жители микрорайона Новый Город обратились к городским властям с предложением о создании территориального общественного самоуправления. Депутаты инициативы поддержали. Таким образом, ТОС Новый Город стал в 59-м Чебоксарах. Для совместной с важной работой Евгений Кадышев предложил активнее использовать информационный портал «Открытый город». ТОСов, ваших, всех, с кем вы работаете, давайте мы все тоже зарегистрируемся в портале «Открытый город», будем получать оперативную информацию, немедленно голосовать и устраивать голосование на этом портале «Открытый город». Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. Современные, соответствующие всем санитарным стандартам с необходимым набором оборудования в ближайшие годы такие кухни должны появиться во всех детских дошкольных учреждениях Республики. Только в столице в этом году на модернизацию пищеблоков из консолидированного бюджета ушло 20 миллионов рублей. Светло, тепло, красиво. Кухня столичного детского сада номер 167 сияет новым ремонтом. За три года полной реконструкции подвергли 17 подобных объектов. В текущем году было выделено из консолидированного бюджета 20 миллионов, что позволило нам отремонтировать 12 пищеблоков в детских садах. Это только малая часть, 17 дошкольных учреждений, которым повезло в рамках модернизации пищеблоков. Еще более 100 детских садов, конечно, требуется ремонт пищеблоков. Замена электропроводки, вентиляции, система горячего и холодного водоснабжения. Объем работ колоссальный. Полностью заменены напольные и настенные покрытия, моечные. Установлены новые окна и противопожарные двери. Я уже тут 30 лет больше работаю. У нас такого ремонта не было. Даже дома не хочется сидеть. Хочется с удовольствием на работу бежим. Теперь ждут оборудование. Новые столы, холодильники, современная духовая печь, стеллажи для хранения и другое технологическое оборудование поступят в рамках соглашения с Министерством образования до конца года. Свежие фрукты, молочная, мясная и рыбная продукции обрабатывать, готовить и храниться – все это должно в соответствии с санитарными правилами, которые ужесточились в последнее время. Холодильники в наличии у нас, значит, для молочной продукции, которая лежит отдельно на стеллажах, масса сливочной, сметана, творог, молоко, масса сливочной своей полочки, сыр – все вот это в достаточном количестве должно быть на складе. Здоровое, питательное, вкусное – о такой еде мечтают и дети, и взрослые. Программа модернизации детсадовских кухонь поможет в этом. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Республика. Сегодня в Чуваши отметили День памяти великого чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Его имя навсегда вписано в историю как Чуваши, так и России. Выдающийся деятель культуры и просвещения дореволюционной России, талантливый педагог, ученый и мыслитель. Иван Яковлевич Яковлев был человеком поистине нескончаемой энергии и большого таланта. Его усилиями чувашский народ не только получил дорогу к образованию, но и заговорил на своем языке, на бумаге. Иван Яковлев создал современный чувашский алфавит и первый букварь. Перевел множество книг русских и зарубежных писателей на родной язык. Открыл около 400 школ, самое главное из которых – Симбирская учительская. Эта школа своеобразна как университет. Здесь учились будущие чувашские композиторы, писатели, искусство. И именно они прославили наш чувашский народ. Константин Васильевич Иванов, который написал поэму «Нарспен». И Аким Степан Максим Кошкинский, который создал чуваш-кино. И драматург-композитор Федор Павлович Павлов. Сегодня имя Ивана Яковлева носит Чувашский педагогический университет и многие школы нашей республики и соседней Ульяновской области. В честь просветителя названы проспекты и улицы, профессиональные премии и именные стипендии. О нем мы в школе много разговариваем, читаем его сочинения, общаемся с людьми, которые знают Ивана Яковлевича лично. Мы считаем, что такими людьми, как Иван Яковлевич Яковлев, нужно гордиться и уважать, и почитать. Своим землякам выдающийся педагог оставил завещание, духовное обращение, которое призывает помогать друг другу, любить свою семью, защищать и оберегать родную землю. Рифат Фаткулин, Алексей Зотиков, Бахтиар Велив, Республика. Талантливые и скромные в столице республики прошел конкурс среди девушек с ограниченными возможностями по слуху. О целеустремленных участницах Юлия Важенина. Свой талант в ярких песнях и не только раскрывали шесть участниц. Видеопрезентация, конкурс импровизации, дефилен и даже вальс. Программа конкурса позволяет девушкам раскрыть свои таланты. Вот сегодня у нас было очень красивое дефиле, выход участниц на сцену. Мы сделали такую некую пластическую картинку. Это вершина Олимпа и творческие музы, они у нас оживают и спускаются на нашу землю. По большому счету это действительно так, потому что они спускаются на землю, эти девочки, и говорят нам, как же здорово, что вы здоровы, что вы счастливы. И вы слышите, и они напоминают нам лишний раз об этом. Юлия Евграфова в третий раз пытается забоевать титул «Мисс Тихая Чуваша». Конкурсу готовилась основательно. Самый популярный жанр домашнего задания – жестовая песня. «Мне нравится выступать, хочу показать мои чувства и эмоции. Я могу последний год участвовать, потому что я еще учусь в школе». Мама Юли волнуется даже больше самой участницы. Извини, конечно, очень сильно переживаем. Мы приехали с папой, сидим и переживаем в зале, посмотрим, как она будет в дальнейшем выступать. Но волнуюсь, конечно, за каждый ее номер. Катя Макарова – новичок на сцене. Она впервые за 14 лет существования конкурса показала дубляж анимационного фильма. Девушка призналась, что стеснительная, но в этом году решила побороть свой страх. Я решила принять конкурс, потому что я хочу узнать себя, какие у меня есть таланты. Внутри меня сложно. Нужно ориентироваться в мультфильме, где надо озвучивать. С самого основания в конкурсе соперничали участницы двух специальных школ – Чебоксарской и Цивильской. Не исключение и этот год, но впервые за все время титул «Мисс Тихая Чуваша» завоевали сразу две девушки. Екатерина Макарова и Амина Александрова. На этот раз похвастаться победой могут обе школы. В этом году я очень сильно тренировалась, чтобы выиграть. Я очень рада, что выиграла. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Новички и профессионалы бьюти-сферы. Фестиваль моды и красоты в Чебоксарах стал площадкой для старта карьеры и для утверждения в профессии. Косметика, ее краски, лицо, чистый холст. Визажистов в этом году заявилось на конкурс не так много. А вот фотохудожников хватает. Хотя номинацию для них учредили впервые. Причем сразу две – портретные и репортажные съемки. Мы оценивали в первом отделении работы фотографов, причем не только профессионалов, но и любителей. То есть вот это новинка. Ну и, конечно же, дизайнеры тоже. Очень много молодежи. Очень много участников – тоже молодежи. Те направления, которые диктует мир, о них можно говорить, их уже можно оценивать. Что самое приятное, у нас есть несколько работ, которые идут прям ногу со временем. Вечернее или креативное создать прическу за 60 минут. Условия жесткие, но приближенные к реальности. Начинающим парикмахерам-студентам, кстати, на укладку времени отвели больше. Профессионалам же давалось всего 45 минут. Чтобы успеть в срок и с качеством не оплошать, детали конкурсанты продумали заранее. Мы заранее готовились. Мы сами шили платья, мы сплели волосы, изготовили украшения, подготовили грим. Вот, допустим, у нас это украшение авторского одной девочки. Изготовили украшения. Все подбирали сами для образа. Чтобы в силе креативной техники этот образ смотрелся, как будто к нам прилетела аэлита с далеких планет. В таких креативных исполнениях жюри учитывали и идею, и мастерство воплощения. Под надзором каждая прядка. Четкость линии, чистота работы. Поэтому это очень принципиально и важно в работе каждого члена жюри. Семь пунктов для определения победителя работы. То есть это актуальность работы, это техническое исполнение, сложное окрашивание. Поэтому очень строгая работа жюри в этом опросе. То есть оценка по многим критериям международного стандарта. Фестиваль – площадка для старта в профессии. Ева Яковлева сейчас практикуется в цветном окрашивании. Его здесь тоже оценивали. К слову, техника не из простых. Ну, я многих сейчас видел с таким цветным окрашиванием. Там все вот как у меня, с вами закрашивали. И еще раз. Однотонное окрашивание цветное. Ну, смотря от базы. Если база хорошая, то часа два-три. Если база плохая, то долго. Но мы ее окрасили четыре часа. Неординарная модель, яркое окрашивание и креативное прическом. Среди парикмахеров-студентов Ева, по мнению жюри, явный лидер. Рожденок вашего форисмента. Понятное дело, что это слезы счастья. И мне кажется, в данном случае, не то, что можно, а даже нужно. Сегодня время амбициозных и больших задач, решение которых возможно только лишь благодаря постоянному повышению своего профессионального опыта, своих компетенций. Победителей конкурса определили среди юниоров и профессионалов. Их наградили на торжественной церемонии, которая завершилась праздничным дефиле. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. Сразу после выпуска новостей разговор по существу с министром экономического развития и промышленности Республики Павлом Ивановым. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова